всех приветствую на своем канале с вами иорна и сегодня дорогие друзья я вам покажу жесткую реальность что нас ожидает на 36 главе и не просто так разработчики взяли и понизили сложность потому что без прокачанных героев там делать просто нечего ну и как я всегда говорил что как только вы доходите до 33 идите по одному этапу раз в 3 а то и в 5 дней потому что когда вы дойдете быстренько до 36 вы там просто сядете и уйдете в жесткий тильт потому что проходить будет сложно если у вас нету хорошо прокачанных героев в этом просто будете сидеть очень долго на пятой точке поэтому давайте посмотрим какие пачки нас ожидают и кстати кто смотрел предыдущий видеоролик про эту врыв команду через крэга вот там я как раз таки и сидел на 36 16 и вам показываете тесты и когда я подобрал все команды к этой пятерки поверьте это было не с первого раза это что тут так команды хорошо себя показали поверьте я переигрывал каждый бой раз по 10 а то и по 15 я не представляю сколько надо было бы раз переигрывать эти бои если бы они не сделали вот эту функцию что каждый бой мы играем отдельно помните до алды когда надо было пять раз подряд победить так вот друзья поверьте это очень сложно было бы сделать в данных реалиях очень сложно давайте посмотрим первый бой в общем тут я поставил ортруса также аноки и софию эйрона и скриата то есть вся задача стояла в том чтобы скриат стянул с краев также скриата и софию в одну кучку а потом затянул их ко мне и когда он затянул то там бы включилась софия со своим расколом также эйрон бы заморозил аноки бафы аноки очень хорошо дает бафы я даже сюда ставил скрэга и вообще со скрэгом ничего сделать не смог но вот аноки когда переодел то есть если скрэгой снял все шмотки топовые поставил на аноки и только тогда с ортрусом они сработали как одно и единое целое вот то есть максимальный урон от софии они от нашего остроухого брата эйрона тут просто один миллион да там или сколько там миллиард я не знаю после миллиарда уже биллионы идут или сколько там ну короче ты капец просто вы вы посмотрите на этот бой при скорости x2 иногда этот бой заканчивался за 5 10 секунд друзья просто за 5 10 секунд все софия раскрутила причем софи это вообще-то вы смотрите на понтах вот видели какой шарик от нее залетает стоит ли ее качать на 9 из 9 плюс 30 я думаю что стоит друзья однозначно стоит так 2 был тоже не легче бой однозначно потому что тут стоит гвинет и самое смешное что понимаете когда я оставлю свою гвинет сейчас на 36 главе ну на аккаунте чеса она вообще себя никак не проявляет даже против громил я вот в первые пачки пытался поставить гвинет она там отъезжала просто за секунды друзья просто за секунды вообще но вот такая команда тут конечно же за рулево то есть это флора который насыпал это мизот который долго жил сторонам и дэймоном и атталия но атталия тут просто красотка я вообще нисколько тоже не жалею что атталию прокачал на 9 из 9 плюс 30 но надо конечно прокачать на плюс 40 это вообще это мечта любого игрока как и прокачанный мизот на плюс 49 из 9 из 9 уже заговаривать друзья также как и флора давайте посмотрим что тут происходило это просто в обханалия я считаю не афору надо качать однозначно какие скрэги какие там команды через врыв то есть понимаете если вашей пачкой нету контроля или хорошей первой линии в более поздней игре вы там отъедете за секунды вы посмотрите как эффективно атталия показала себя с дэймоном это просто песня 3 команда здесь была тоже очень жесткая то есть смотрите тут гряжу который накидывает щит и понижает урон от магии также касс который хорошо уворачивается причем она тут очень много урона накидала я когда посмотрел я даже офигел не мора которая в ноль просто стояла потому что туда запрыгнул угадайте кто урон бешеный урон от аэнза то есть она вообще даже ничего сделать не успела ну и флора который накидала больше всех а потом идет тази неуловимая тази этот бой я тоже переигрывал много раз много раз я вот кстати думал а стоит ли вообще сюда ставить матраса но бывает так что матрас успевает понимаете использовать ульту усилить какого-то героя этот будет выживать очень долго давайте посмотрим ну аэнс это альбедо и артур это чит это однозначный чит друзья запускаем аэнс тут заряжается заряжается флора там что-то летает все матрас отъехал он даже ничего не успел сделать по сути вот эти четыре героя то все и затащили и это вот без это мне кажется аэнс не аэнс ну эта комбинация очень хороша очень хороша вы сами все видели как это сработало ну и теперь четвертый раунд то есть я туда поставил таллину рована твинов мегиру и и зижа то есть это вообще стандартная комбинация всем советую качать и зижа мегиру таллину и твинов это просто вот божественная четверка который нужно на протяжении всей игры и тут стоит опять пак громил где есть тантадра скрэк талина который то все дело выхиливает и проклятый вурк вурк очень жесток очень жесток я не представляю если бы у противника еще была прокачка древнего дерева это просто забей что там на сороковой главе я даже не я даже себе не могу закинуть свою голову вообще там наверно просто жесть друзья давайте посмотрим тоже этот бой он был очень долгий на мой взгляд очень долгий потому что тут была в обханалия знаете каждый тянул одеяло на себя но в итоге раскастовка и зижа вот этого до мегира который закидывает ульту твины все работало как один большой механизм просто противник вроде вот-вот и должен навалять нам но он не выходит понимаете вот из этого контроля и плюс команда хорошо собрана тем что вы за двух героев подземных получаете крутой бонус то есть это 30 процентов защите и на 25 процентов быстрее вы восстанавливаете энергию за нанесенный урон по вашим героям смотрите как мы держимся да вот вам и изишь что талия что изи что мегира все эти герои хорошие их надо качать но и зижа советую прокачать все-таки первым друзья безусловно ну и пятый раунд он тоже был можно сказать особый то есть тут пачка через одина какую бы команду я сюда не ставил тут было просто папа боль папа боль но лукреция лукреция как раз таки сауны в первой линии лика за фрейл лурсанчик это просто божественно смотрите как это работает я эту пачку знаю давно но не было возможности ее реализовать и благодаря аккаунту чёса вот прям выражая большое ему спасибо то что он не предоставляет возможность показать вам вот эти тесты как герой сия проявляет я даже не представлял то есть что они будут творить на 36 16 друзья понятно что он может пойти на 37 главу но сам факт того что противники они оказывают сопротивление очень жестко и при его прокачки представьте что будет при вашей прокачки поэтому друзья еще раз говорю не бегите вперед 33 глава а потом по одному этапу там дай бог в пять дней и лучше фармить одевайтесь потому что впереди ждет полная жесть полная жесть на этом все друзья надеюсь данное видео вам понравилось давайте повышать активность ставил лайки пишем комментарии ну и подписываемся конечно же и прожимаем колокольчик уведомлений дальше видео будет только интересней ну и также я вроде как прикупил 3080 да если меня не обманут она придет и с проверкой я все посмотрю и бабки заплачу то скором времени будем снимать еще другие игры пишите в комментариях какие бы вы хотели увидеть на моем канале все всех обнял и до скорых встреч пока друзья хорошего вам брендома и отличного настроения настроения